Хорошо. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Мы сегодня присутствуем, я считаю, при очень торжественном событии, потому что выставка Геннадия Васильевича Гармидера впервые проходит под нашим музеем. Вот так выставлялся во многих музеях города, праздновал свои юбилеи, но все-таки еще один как-то юбилей мы касаемся в полном объеме. Около 70 работ представлены на выставке. В этом же году я возила работы Геннадия Васильевича, 42 работы, и была выставка в Украинском культурном центре в Израиле, в городе Батьян. Находится украинский центр посольства Украины. И Геннадию Васильевичу к 75-летию чрезвычайный полумочный посол Геннадий Васильевич Анатоленко грамоту выписал, но больше ничего не выписали, но грамоту выписали. Выставка прошла с большим успехом, и, конечно, основная часть работ, которые были на выставке, но я смотрю тут еще кое-что, потому что там были подарки, Завинина находится в зале. Мы рады приветствовать, пожелаем вам здоровья, всего самого хорошего, чтобы вы и творите во благо, во имя красоты, потому что на сегодняшний день такое искусство, оно необходимо. Противовес тому безобразию, той вот ханалии, которая происходит на сегодняшний день. Простите, буду говорить откровенно, в области искусства. Об этом нужно говорить. И большая роль художников, которые умеют видеть прекрасное, видеть старину, идти от старины, в которой, конечно, наш город имел особое значение на карте мира. Ни в одном городе, ни один город Европе так быстро не создавался, как город наш Одесса. И город наш Одесса закладывался нравится кому-то, не нравится, но это исторический абсолютно факт, который подтвержден историческими документами, масонами в хорошем смысле слова, которые тогда ратовали за благоденствие, за просвещение, процветание. Поэтому и такой город разноязычный, в котором, я не буду слова толерантность, это терпение, а когда естественное пребывание в нашем многонациональном городе, как описывает наш Губы, Олег Губы, наш краевед, описывает тогда толстую картину в греческих одеяниях, в турецких одеяниях, в украинских, в русских, и все находили между собой общий язык. И это очень и очень важно. То есть, закладывался город именно как город, если вы хотите мечты, как город Кампанеллы. И, конечно, те люди, которые его закладывали, были у истоков, это были абсолютно непростые люди. И по нашей Одессе прошла Франция, Италия. И я вспоминаю 90-е годы, когда уже произошла перестройка, когда мы уже разъединились, разъехались, к сожалению. А в литературном музее состоялся съезд масонов из Италии. Ну, как положено, с фартушкой, с молоточками, в литературном музее, и ректор Медицинского института был глава, тогда были бы 6 статей, и вот так проходило в нашем городе такое собрание. Ну и замечательные труды посвящены нашему городу. Поэтому Геннадий Васильевич идет от истоков, от красоты, от того, как закладывались наши улицы с учитом розовым вебром, гемогнитных сил земли, все улицы начинались от моря, не только сейчас очень умное градостроительство, которое мешает, и когда пахнет впервые морем за какое-то время, ты вдыхаешь плотно, а раньше, наверное, все время пахло море. Ну, конечно, наш город – это особый. Вот идя из лучших архитекторов, построек, которые закладывались до наших дней. И, конечно, Одесса входит не своими стекляшками бездарными, не своими пятиэтажками, которые были когда-то нужны. Она именно составляет славу и гордость, такой маленький Париж, Южная Памера, благодаря тем, которые зачинали и рачительно оберегали наш город, Одессу, укладывали свои средства. Это была и есть та большая благотворительность. Так что спасибо, Геннадий Васильевич. И, конечно, когда он бывает в городах разных, вот я смотрю во многих, в которых я была, ну, Лондон, как же, когда по Тензе идет и без вот этого пара, дыма, который выпускает, ну, все, и на мор. Или, например, Строгий Мюнкин, он такой чопорный, как Николай Васильевич Гогольф, все, кем он такого должен быть. И Париж, где влюбленные просят, наверное, просят разрешения, чтобы их провезли на буксире, они стоят обнявшись. Город невольности, а город такой расслабленности, город любви, город действительно творческой мысли. И везде такое подмеченное. И подмеченная Италия, и такие удивительные, острый глаз художника, который ты отмечаешь. Да, ты там был, и еще через ваш ракурс высвечивается еще и нечто другое, даже незаметные уголки этого. Этих и стоят. Ну, и Русалим, конечно, Ямские народы, они-то настолько уставаемые. Я вам скажу, у вас даже пальмы другие в Барселоне, нежели, например, в Исраиле, в Русалиме, и они другие пальмы. Хотя пальмы есть, там и там пальмы. Так что мы рады приветствовать вам, благодарить вас, благодарить вашу супругу, Светлану Юрьевску, и как всегда у нас в музее мы просим, чтобы пришли и озвучили. Было музыкальное сопровождение. Синтез зрительного опыта, музыкального, ну и вашего настроения. Я хочу представить Слава Умилец, исполнителя. Исполнить импровизации на тему эстрадных писем, из кинофильмов популярных. И на тему классики. Пожалуйста, Слава Умилец. Спасибо. Спасибо.